Это Драйзер Теодор, вот у него немецкая фамилия, и он действительно потомок немцев, но он американец, представитель американской нации а-ля плавильный котел. Интересный прикол состоит в том, что Драйзер очень обширно публиковался в Советском Союзе, и Аушера, собственно, она назвала свои вот эти 16 персонажей, во многом основываясь на том доступном материале, который в Советском Союзе культивировался. Потому что, как мы с вами уже знаем, например, тот же самый Джек Лондон в Советском Союзе издавался громадными тиражами, она его читала, и вот он ей показался, что вот он подходит. В принципе, это относительно, наверное, удачный был персонаж для того, чтобы назвать им тип. Да, это не так плохо, как вышло, например, с Бальзаком. Не так плохо, как с Бальзаком, не так плохо, как с Достоевским. С Достоевским, да, опять же, Виктор Гюго, вы вспомните. С Гюго тоже, ну так себе, средне. А с Драйзером вполне себе... Я помню, вот у меня у родителей в книжном шкафу до сих пор, наверное, стоят вот эти советские все книжки Драйзера «Титан», «Стоек», «Финансист», «Сестра Кэрри», вот это вот всё. Потому что этим, видимо, были забиты все книжные магазины, и это были те книжки, которые можно было везде купить. Мне кажется, многие, если на полках где-то покопаются или в старых шкафах, могут у себя найти вот эту трилогию. Что у нас известно про Драйзера? Он родился в 1871 году. Это было достаточно давно. Великий, считается, американский писатель. Он родился в штате Индиана, вот, а умер в Голливуде в 45-м году. То есть он пережил Вторую мировую войну и прожил достаточно много лет. Сколько? 74 года. Неплохо. Ну да. Ну, действительно, такой значимый автор. У него была даже номинация на Нобелевскую премию по литературе. Ему её не дали, но даже сама номинация – это очень такой значимый момент. Трёхтомник Драйзера у меня есть до сих пор. Отец на бутылки выменил. Вот так вот. Ну вот, да, да. В советское время книжки были дефицитом, поэтому их выменивали даже на бутылки. Я когда жила в питерской коммуналке, и там жили такие старые еврейские бабушки, у них тоже там стоял Драйзер, Лондон, и, в общем, вот эта вся компания Горький, такие вот советские писатели, которых все любили. Эдгар и По толком не типировали, хотя это один из моих самых любимых писателей. Как-нибудь. Ну, надо проверять. Надо будет проверить просто. Там могут быть варианты. Итак, Драйзер Теодор. Родители были небогатые. Родители были даже бедные, и его часто дразнили, когда он был маленький. И вообще их семью как-то над ними немножко насмехались, что они были бедные. И на него это произвело впечатление, и потом он всячески стремился выбиться в люди, заработать денег, как-то нормально жить. Ну, и как положено было в те времена, не только в нашей, в Российской империи, но еще и там, он был девятым ребенком в семье. Теодор Драйзер. И, кстати, как думаете, с точки зрения типов, что могло поспособствовать тому, что бедность на него произвела впечатление такое особенное? Потому что не на всех это так влияет. Не на всех. Закидывали такие крючочки. Поступил в Индианский университет, но потом прекратил обучение, потому что у него не было денег, чтобы это все оплатить. Работал клерком, возщиком фургона прачечной. Потом решил стать репортером. В газетах всяких разных работал. Работал в редактором. Собирался вернуться из своего европейского турне на Титанике. Но его отговорил английский издатель, который посоветовал сесть на корабль подешевле. Это его спасло. Скорее всего, потому что с Титаника там совсем немного людей спаслись. В конце жизни писатель стал атеистом. И коммунистом. В 1945 году вступил в коммунистическую партию Соединенных Штатов. Кстати, интересно, она вообще осталась, еще жива до сегодня или уже нет? Ну и, кстати, в 1945 году он и умер. Как и Джек Лондон, он на склоне лет стал коммунистом. Почему его публиковали активно в Советском Союзе? Потому что Драйзер известен тем, что обличал всячески капиталистическое устройство Америки. Он, с одной стороны, рассказывал про вот эту американскую мечту глазами своего лирического вот этого героя. Мы слушали, читали вот этот Титан, да? Титан же это был. Там описывается герой, который прибывает в город и собирается идти там к успеху. И то есть он там описывает, ну просто такая квинтэссенция таких супер-пупер американских всех ценностей. И вот он это описывает, причем описывает так очень сильно утрированно, так преувеличенно во всех красках. Ну он это обличает, и он показывает, что вот эта американская мечта, американские ценности, что она делает с людьми. Как она их-то просто пережевывает, и что в итоге от людей остается, и на что им приходится идти ради того, чтобы достичь вот этой американской мечты. Какие решения им приходится принимать, и что в итоге с ними происходит. Да, ну в общем он это всячески обличал. В начале 20 века в Штатах был комитет по защите нравственности, было такое. И практически там все книжки, которые публиковал Драйзер, они сразу подвергались нападкам вот этого комитета, потому что они считали его книги безнравственными. То есть он там критиковал американский образ жизни, американские идеалы, ценности, вот это все. Ну и собственно это вызывало очень большой хайп, что называется, в свое время. Но Драйзер не отступал от этого. Кстати, забавный такой парадокс. Драйзер, вот он критиковал как бы капитализм, и параллельно в России случилась социалистическая революция. Случился вот этот октябрьский переворот. И когда близилось десятилетие октябрьского переворота в 27 году, Драйзер получил приглашение от советского правительства посетить Советский Союз. Конец 20-х годов. Советское государство еще очень молодое, еще не до конца везде признанное. Его не понимают, опасаются очень обрывочные противоречивые сведения за границей о нем. И вот Драйзера приглашают как обличителя капиталистической системы, мол, посетите Советский Союз. Ну, понятное дело, что в Советском Союзе особенно любили использовать любой повод, чтобы дополнительно себя как-то позитивно показать. И визит американского писателя, причем такого достаточно уже известного, это был огромный плюс для Советского Союза с точки зрения пиара. Ему, конечно, там показали все по красоте, и он так местами описывает Советский Союз, что даже не верится, потому что это были конец 20-х. И, ну, настолько там все красиво в его описаниях, что у нас просто была тут не жизнь, а сказка. Но забавный момент, то есть он был в Советском Союзе, ему строили прям турне, он пробыл в Советском Союзе. Больше 70 дней, да? Да, да, то есть больше, чем 2 месяца он катался, он там по всем городам проехал, Москва, Питер, Самоди, само собой. Там и юг России, и Крым, и Харьков, и, короче, вот где он только не был, и в Баку он был, и в Тбилиси тогда был Тифлис. Вообще он проехал по самым основным таким опорным точкам, и везде ему показывали все, вот он везде культурно обогащался, он ходил на все возможные выставки, театры, постановки, вот это вот все. В оперу, в балет, и он потом пытался труппу нашего театра московского... Балета. Да, балета, балета, привезти в Америку, но там не удалось, потому что было очень сложно, это был совок, и, в общем, оказалось это все невозможно, но он очень сильно хотел, потому что он мечтал обогатить духовно американцев, показать им, что такое настоящее искусство. И, кстати, он очень восхищался о России, как о стране, которая дорожит искусством, которая умеет в искусство, которая его создает, и, в общем, очень он был в большом восторге. Правда, старые русские оперы ему не очень понравились, там, Евгений Онегин ему скучным показался что-то еще, вот, но в целом он был в восторге от наших музеев и театров. Ещё. Хотя ему уже сказали, что они Эрмитаж продавали в то время или нет. Он хотел балет этот привезти, и советское правительство, в общем-то, я думаю, было радо и согласилось, и было готово, но не собрались деньги уже в Штатах на то, чтобы привезти вот этот русский балет, и, короче, не срослось, он очень переживал по этому поводу. По итогу его путешествия он написал книгу, или даже написала его переводчица, написала «Драйзер смотрит на Россию», и что самое забавное, вот эта книга «Драйзер смотрит на Россию» на протяжении всего существования Советского Союза в Советском Союзе не издавалась. На всякий случай, потому что в Советском Союзе в плане издания книг ничего случайного не было, лишняя литература никакая не пропускалась, поэтому активно печатались его известные «Титан», «Стоик», «Финансист», «Сестра Кэрри», вот это всё. А «Драйзер смотрит на Россию» была опубликована впервые в 88-м году, уже в перестройку, потому что были некоторые нюансы. Помимо восторгов, которые испытывал Драйзер по поводу Советского Союза, там была и критика, и Драйзер много где писал и критиковал. Он очень сильно опасался религиозных вообще организаций, ему очень сильно не нравилась католическая церковь как таковая, но он видел, что в молодом советском государстве вот они как бы отринули церковные все традиции, но при этом вместо церковных и каких-то других вот этих церковных составляющих религиозных, они это заменили на пролетариат, вождей, то есть по сути тоже та же самая фигня. И его очень сильно напрягло, что в искусство засунута вот эта идеологическая составляющая, ему это очень сильно не нравилось, он об этом писал. Но видимо по этому поводу и решила цензура советская не пропускать вот это всё. Достаточно почитать его, что художественные произведения, мы ещё читали его письма и собственно читали выдержки из вот этого «Драйзер смотрит на Россию». У него необыкновенное, просто восторженное мировосприятие и одухотворённое, просто аж трындец какое. Одухотворённость зашкаливает, да, это нужно читать, как он описывает свои впечатления от театров, от России, там это очень ярко видно. Да, очень поэтическое восприятие, причём он там что-то гулял по Ленинграду, вдруг ему там что-то вспомнилось, каким-то боком напомнил ему какое-то место в Ленинграде, напомнил ему родной Нью-Йорк, он вспомнил песню и запел её, ну вот всякие такие штуки, но вы понимаете, что это не четвёртая эмоция. Да, совсем. Хотя на фотографиях он довольно суров, но если читать источники, то его суровость никак не подтверждается. Нет, это в первую очередь, конечно, высокая эмоция, чёрная этика здесь ни при чём. Я даже поставлю чуть другую фоточку. Для контрасту. Такая фотка почему-то не сильно распространена, обычно везде драйзера, если фотку ставят, то ставят там, где он суров. Я поначалу думал, даже может быть он какая-нибудь третья эмоция, но мы как только вчитались, мы поняли, что это точно не низкая эмоция, потому что у него очень много соображений по поводу супер-пупер искусства, животворящего и вот это вот всё. Да, да, он очень много писал о важности искусства в жизни человека, что людям это нужно, вся вот эта эстетика, что это так много даёт, в этом так много всего. Ну, собственно, он писал исключительно о каких-то своих соображениях на этот счёт, о своих впечатлениях по этому поводу. То есть такая у него эмоция была довольно монологовая. И ещё он очень много описывал в своих вот этих вот поездках. Ему там делали прям плотный график, то есть он был просто как такой, приезжает в город, его селят, ему составляют программу, он там по всяким бесконечным выставкам, театрам, галереям, он всё изучил, всё, что только можно было. Везде писал своё важное мнение, что тут плохо, тут хорошо, то есть прям вот он весь в кино, в искусстве. Там эмоция выше, чем всё остальное, потому что он настолько восторженный, пафосный, и даже в его книге, где он описывает, как просто там чувак приезжает в Чикаго, он описывает это просто вот душа поэта, что называется. В общем, там эмоции выше, чем всё остальное. Такое может быть там в редких случаях, когда на первом месте воля, но тогда должна быть эмоция процессионная хоть где-нибудь. Но там у него эмоции выше, чем всё остальное. Да, также в его поездке по России его очень заботило, ему показывали, в каких условиях, например, живут рабочие. Он сам интересовался этим активно? Да, он сам этим интересовался, и ещё он интересовался, почему они живут в таких плохих условиях, почему они моются в общественных ваннах, в общественных банях. Он был в ужасе от того, что у русских принято ходить в общую баню, толпой. Да, да, да. То есть у него просто в голове это не укладывалось? Очень сильно его заботило, почему такие условия, почему люди живут там по 7 человек в маленькой комнате, почему муж и жена спят на полуторных таких кроватях небольших. Он ещё рассуждал, что они что, должны там себя ремнями к этой кровати приковывать, чтобы не свалиться с неё. В общем, очень сильно он переживал по этому поводу, что нет нормальных ванных, нет нормальных уборных, вообще негде мыться. Особенно он переживал по поводу вот именно всяких вот этих вопросов, что очень сложно помыться в России нормально. Его там возили на всякие заводы, и он прямо у рабочих спрашивал, он смотрел, в каких условиях они работают, он спрашивал, сколько они зарабатывают. Он очень много заходил, много где-то описывал, что он заходил в всякие коммуналки, вот тогда же в 20-е годы там из деревень активно переселяли, нужны были рабочие руки в городе. И переселяли целые толпы людей просто, коммуналки, чтобы они работали. И, понятное дело, денег было мало, только закончилась гражданская война, и вообще всё очень сложно, и все жили в условиях не очень, но всё равно лучше, чем просто в деревне там с земляным полом, к примеру. И он заходил в каждую квартиру, спрашивал, сколько они зарабатывают, сколько они платят за коммуналку. Он заходил на кухню, смотрел, какие там кастрюли, смотрел, сколько женщин стоят в очереди, чтобы на плите что-то подогреть. Ну, короче, всякие такие штуки. Заглядывал в ванны, в толчки там, короче, везде заглянул. В общем, его очень активно это всё интересовало, и это явно физика выше, чем четвёрка, как мы с вами понимаем. Ну, и физика у него процессионная, потому что очень большое внимание к деталям. То есть, у нас эмоция у нас первая, физика у нас процессионная, соответственно, потому что единица уже занята, и она явно выше. По логике мы не нашли... Нет, ну, у него были всякие разные истории, что ему там... Ему нравились учёные, ему нравилось тусоваться с учёными. Он там, про него в критике писали, что, дескать, Драйзер, он вот-вот хотел сформулировать свою какую-то философию. У него было много всяких заметок, но в итоге эти заметки просто были сложны в кучу. Какие-то у него всё время, в общем, более важные дела находились, хотя были у него, конечно же, интеллектуальные интересы, всё-таки человек был, конечно же, далеко не глупый. Да, ему нравилось тусоваться с учёными, но при этом вся эта тусовка в научной среде, она у него сводилась к тому, что он любил с ними беседовать. Ну да, его скорее привлекали интеллектуалы, ну, собственно, и всё. Да, то есть на этом какие-то научные изыскания, ну, ещё плюс у него всякие цитаты, там, в конце концов, главное в жизни – это сама жизнь. Мне тут же вспомнился, там, Кличко, чтобы вода стала горячей, её надо подогреть. Ну, всякое такое. Не умаляя художественных достоинств, но всё-таки, чтобы поискать какую-то высокую логику, у нас это должен быть тогда человек с четвёртой волей. А воля у него явно, ну, не четвёртая, потому что он проявлял всякие разные инициативы, если надо, мог настоять на своём, но при этом по воле какой-то яркой доминанты мы не обнаружили. И при этом видно, что у него воля высокая, потому что он был очень замотивирован с детства, опять же, не считая его очень сильно, произвела на него сильное впечатление, и он очень сильно старался выбиться в люди, ставил себе цели, хотел всего достичь и побольше, старался бывать везде и всюду, общаться с разными людьми, заводить правильные знакомства. Кстати, мы уже постепенно будем переходить к соционическому его типу. Проявлял всякие разные инициативы, ну, например, вот с тем же самым балетом. Привезти, чтобы труппу балетную из России в Америку, это очень большая ответственность, это очень серьёзные инициативы. Нужно договориться там. Большой подготовки, нужно со всеми договориться. Договориться тут. Да, нужно устыковать большое количество вопросов. Да, у него в итоге не получилось, но, опять же, времена были очень специфические, особенно у нас. Но, тем не менее, он проявлял большое количество таких инициатив, это за высокую волю. Ну, и проблем с волей у него никаких нет. Мы не нашли, да. У себя в книжках он очень много высоких воль всяких разных описывает. Ну, для Америки это, в принципе, характерно. Мы не нашли у него признаков 3В, чтобы это было прям вот оно. Одновременно он как бы и обличает, но, с другой стороны, он очень сильно и сочувствует, и вот это вот всё. Ну, то есть, такая у него позиция по воле, она у него очень ровная. А когда у человека мы видим, что воля у него не четвёртая, но при этом она у него какая-то и не доминантная, то эта воля может быть только number two. И это у нас получается эмоция воли, физика, логика, он же Пастернак. Внезапно, вообще неожиданно это было. Да, реализовался в искусстве, скажем так, в литературном искусстве. И ещё, по-моему, при его жизни он уже экранизировался, если я не ошибаюсь. Потому что, ну, в 40-е годы уже, там, и в 30-е годы уже во всю Голливуд делал всякие разные художественные фильмы, и уже вовсю фабрика грёз работала, что называется. Само собой, понятное дело, что это этик с точки зрения соционики, потому что вся тематика его творчества, где у нас тут, особенности стиля, художник-натуралист. Он строит свои произведения на колоссальном материале наблюдений и опыта, его искусство, точного доскрупулёзности изображения, искусство фактов и вещей. Драйзер передаёт быт во всех его мельчайших подробностях. Он вводит документы, иногда почти целиком взятые в действительности. Он вводит документы, цитирует прессу, объясняет биржевые спекуляции героев. Американские критики неоднократно обвиняли Драйзера в отсутствии стиля, не понимая его особой природы. А да, американская трагедия была аж в 31-м году при его жизни. И Дженни Герхард, и сестра Керри, а сестра Керри уже после смерти. Ну, роман сестра Керри, Дженни Герхард, финансист, титан, гений, американская трагедия, оплот и стоик. Рассказы у него, там, всякие 12 мужчин, краски большого города, галерея женщин, газетные будни, бей барабан, Драйзер смотрит на Россию, трагическая Америка. Америку стоит спасать, написал Драйзер в 41-м году. Ну, в общем, у него основной акцент именно на том, что чувствуют, что переживают, как себя позиционируют, о чем думают, что беспокоит людей. У него в центре всего вот этот человеческо-этический фактор. Что угодно можно открыть, просто его произведение, и там будет именно это, там состоит все из этики. И как люди делают свой сложный моральный выбор. Об этом у него тоже очень много. Лишь сильная любовь может загладить те мелкие недоразумения, которые возникают при совместной жизни. Жизнь, возведя человека на вершину благополучия, продолжает и там дразнить и мучить его. Впереди всегда остается что-то недосягаемое, вечный соблазн и вечная неудовлетворенность. Богатство человека наполовину заключается в его умении ладить с нужными людьми. Мы ни на что не намекаем. Спалился немножко. Драйзер Теодор, если посмотреть на его произведение с точки зрения социанических аспектов, то там больше всего черной сенсорики, черной логики и этики, и черный, и белый. И это получается Наполеон, сенсорно-этический экстраверт. И поначалу, мы пока его только начинали как-то слушать, была даже версия Гамлет, но она растворилась. Потому что это все-таки на черной сенсорике завязанное творчество. И там в некотором роде такая квинтэссенция не просто американских ценностей, а квинтэссенция американских гаммийских ценностей. Потому что он описывал именно капиталы, промышленность, ресурсы, борьбу за ресурсы. Серьезные дяди с большими деньгами решают вопросы. С большими волями, с большими хотелками. Вот это вот все. И он описал в том же самом Титане, он там описал прям вот несколько каких-то вот таких Наполеончиков, которые просто видят друг друга насквозь. Которые чувствуют выгоду от возможных знакомых. Ну, кстати, это забавно, что вот у Джека Лондона у него было кто кого перелогичит. И кто придумает более хитрую чернологичную схему. И он это в своих книжках описывает местами очень ярко. А у Драйзера кто кого перетичит. И он прям описывает, что, например, вот этот персонаж, он был очень прозорлив. Он умел читать людей, очень гордился своим пониманием человека. И как только он видел человека, он тут же старался так это оценить его и посмотреть, какие есть качества у этого человека. И, исходя из этого, строить с ним дальнейшие отношения. И, в общем, он описывал всяких разных этиков, которые друг друга пытались подловить на каких-то этических моментах, нюансах. И тоже пытаться, в общем, переиграть друг друга и уничтожить. Ну, это забавно. Но он экстраверт. То есть у него экстравертные аспекты преобладают. То есть это не может быть именно Драйзер, этико-сенсорный интроверт. То есть это экстраверт. Некоторое время это был Гамлет, но быстро ушел. Потому что это вообще и не гамлетовская тема, и не гамлетовские аспекты. И люди описываются не через те аспекты. И ценности не те. Ну, короче, все не то. Ну да, на первый взгляд, там можно черной этики. У него местами довольно много. Но если, опять же, разбираться, то черной сенсорики много такой зашкаливающей. Белая этика включается тоже в большом количестве. Деловая логика. Опять же, гаммийские ценности такие классические. Вот. Ну, это, в принципе, не так уж далеко от Драйзера. То есть это зеркальщик. С ним ситуация, вот как писали у нас в комментариях. Как и с маршалом Жуковым, только там наоборот. Там он не экстраверт, а интроверт оказался. Пишет, этики больше, чем черной сенсорики. Ну, она одинаково явно и в большом количестве присутствует. И то, и другое. Ну да. То есть там и ЧЛ, и ЧС. То есть там экстравертных аспектов много. То есть он такой был... Если брать конкретно тип Драйзер, то у него еще были акцентированы вот эти экстравертные все аспекты. Вот. Потому что и черной этики у него там дофига. Достаточно много. Для Наполеона это вполне естественно. И вообще, вот пока мы его слушали, читали, в чем-то, а конечно не во всем, там другой у него вайб, но очень сильно похож на Виктора Гюго. А Виктор Гюго у нас тоже Наполеон, но он этот самый... Ну, тоже, кстати, с первой эмоцией. Да, но он Андерсон. Эмоция, логика, воля, физика. То есть там у них чуть другой расклад, но эмоции тоже первые. И тоже такой же восторженный. Видимо, Аушри заходил что Гюго, собственно, что Драйзер, что Достоевский. Уже три первые эмоции мы нашли как минимум среди вот этих 16 прототипов. Ну, неизвестно, конечно, Аушри это заходило или просто в Союзе это были такие виды автора. Больше читать нечего было. Ну, да. Ну, или просто нужны были имена, которые на виду, про которые все слышали, все знают. Поэтому, конечно, неизвестно. Там поднятая целина, можно было взять автора. Или там какой-нибудь... Они сражались за родину. Аушри себя типировала в Дон Кихоты. Но есть сомнения. То чувство, когда Бальзак Гамлет, Джуков Горький, Драйзер Наполеон. Совершенно верно. Есенин Гамлет. То есть можно продолжать. То есть это звучит как безумие, но по сути это и есть здравый смысл, господа. Гюго капец мрачный. Ну, у этого физика повыше, а у Гюго она четвёртая, то есть максимальная. А когда сенсорик с последней физикой, это уже как бы и не совсем сенсорик. Нет, но это по-прежнему сенсорик. Но не совсем. Нет, информационно он по-прежнему сенсорик, он воспринимает вот эту конкретную материальную информацию, хорошо считывает свойства объектов, но просто в каких-то своих проявлениях он не будет уже таким классическим сенсориком, которому интересно, прям очень интересна материальная реальность во всех своих проявлениях. Но это уже тут вопрос именно в ожиданиях от сенсорика. Ну, по крайней мере, Драйзер остаётся в гамме, Джек Лондон остаётся в гамме. Бальзак ушёл в бету, Бальзака нету в гамме, понимаете, он ушёл, его нет. А с Наполеоном будем разбираться ещё. Возможно, придётся читать первую научную историю войны 1812 года, если вы понимаете, о чём я. Ну, Максима Горького нужно будет допроверить. Там точно не интравертный логик, там экстравертный этик, скорее всего. Что там ещё? Мы Есенина, Жукова и Гамлет у нас ещё на проверке. Да, персонажа, литература. Как персонаж. Так что, как минимум, мы разберёмся с Централами. В этом году, я думаю, мы должны разобраться. В общем, Драйзер Теодор удивил, но не слишком. Но оказался экстравертом, ещё один экстраверт. Хорошо, спасибо, что не Гамлет. Да, как писал кто-то на каких-то форумах, я давно-давно видел, благодарите Бога, что вы не Гамлет. Вот. Так что, очень интересно получается с этими всеми 16 прототипами, и очень интересно это всё выводить на чистую воду. Плеснуть чистой водицы. Нет, переименовывать ничего нет смысла. Не надо. В моей книжке про 100 вредных стереотипов, там, один из первых пунктов, это вот про, давайте предложим новые типы, новые названия. Вот мы не сторонники этой идеи, нет в этом особого смысла. Это создаст только ещё большую путаницу. Мы тут вот шуточно написали, что кто там кто. Это может сломать мозги просто любому человеку, который даже как-то пытается там к социологике присматриваться издалека. Кто третий Гамлет? Есенин, Бальзак и Достоевский. Это три Гамлета. Лоу. Из Альфы Гюго мы выпнули. Нету его в Альфе больше. Всё. Он в Гамму пошёл. Ну, он как бы тоже экстраэкспрессивный сенсорик, но да. Вместо Бальзака. И Тауго в Гамме уже есть два Наполеона, один Джек. Ну, в общем-то, всё как в жизни, знаете. Достоевского в прошлом году у нас есть видео. Достоевского, не, Фёдор Достоевский, соционика. Гуглируйте в Ютубе, и вам всё покажут наше видео. Мы прям подробно его разбирали. Даже нейтральные типы, там, не все удачные, например. С тем же самым аналитиком есть очень большие вопросы. Насколько удачно назван тип логикоинтуитивный интроверт, насколько удачно он назван аналитиком. Когда у нас целая куча аналитиков, гаммийские логики. Дратути. Ну, понятное дело, что тот человек, который назвал аналитика аналитиком, он и сам гаммийский логик. Ха-ха-ха. Значит, с драйзером у нас покончено. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»